Сейчас, здравствуйте, мы компания Печной Мир и я Александр Кутузов. Хотел вам показать короткий ролик о том, как зачекание вайшвы, если вдруг какие-то образуются микротрещинки волосовидные, то есть на кирпичной кладке, когда печка сделана под расшивку. Эта печка сделана была два месяца назад, то есть сейчас зима, у нас сегодня 21 декабря, то есть прошла серия морозов, то есть мы вот печку топили интенсивно, ой, 21 января, то есть уже после крещения, то есть печку топили интенсивно, то есть прошла серия морозов, и после первой затопки я видел, когда она еще была сырая, то есть печка, когда мы ее первый раз затопили мокрую, то есть топили в таком же режиме активном, то есть вот здесь духовка заводская, которая по размеру еле-еле в наши швы в тонкие вписывается, в 4-миллиметровые, 5-миллиметровые, значит вот в этом месте дала небольшое напряжение, то есть чуть-чуть вот эти швы, вот эти швы чуть-чуть, ну дали волосовидные трещинки, вот отсюда вот с угла, вот сюда, вот она вот так вот ступенька идет, и вот сюда подходит к духовке, симметрично точно так же распор дала вот в эту сторону, вот так вот ступенечкой, то есть прошло два месяца, что мы делаем, мы размачиваем глиняный раствор, почему надо уложить всегда печки на глиняный раствор, без всяких добавлений цементов, клеев и так далее, значит потому что вот, что мы делаем, сейчас трещинка образовалась, мы ее намочили, размочили, да, с брызгалки вы видели, значит глина размякла, берем тряпочку и уплотняем шов через тряпочку, вот таким образом, все чисто, красиво, аккуратно, то есть сейчас мы возьмем фонарик и вам покажем, что это получилось хорошо. Фонарик, фонарик, иди сюда, значит вот здесь вот была трещинка волосовидная, да, смотрите, ее не стало, то есть зачеканилось, так сейчас мы ее помочим, немножко размочится, размочится, берем, вставляем тряпочку, берем отвертку или гвоздик на 100, на 150 и через тряпочку продавливаем, все, вот сейчас шов зачеканился, то есть раствор уплотнился, трещин нет, ее теперь уже не будет, трещина горячая, то есть все это делается на горячую, на горячую, когда кладка максимально разойдется, то есть когда кирпич нагреется и кладка разойдется, то есть раствор становится видно. Вот это было единственное место, которое было видно после первой затопки. Это удобно делать гвоздем на 150, он толщиной 4 миллилета, имеет круглую форму, и дает хорошие выгрузки, красивые рисунки, а вот тут духовка. Размочим, потом делаем вот так. Смотрим, что получилось, все трещинки нету, нет, все гладенько. Нету, да? Контилось, все еще. Надо вот распор от духовки, который первоначально произошел. Делаем то же самое. Удобно делать это загнутым гвоздиком, который буквально Д, отверткой. Не очень удобно. И через тряпочку. Тоже хорошо. Тоже дает вогнутый рисунок. А это не трещина, это просто не ровно затертый шов. Вот видите, продавливается как отвертка. Чтобы поровнее было, то есть надо потолще слой, отвертка тоненькая, потолще тряпочку в слой положить, тогда у нас одинаково. Вот таким образом зачеканиваются швы. Таким образом зачеканиваются швы. И если кто-то что-то говорит, что там что-то ох, ах, потрескалось, то волосовидные трещины вот маленькие. Они совершенно не критичные, они естественные. И если они вылазят сразу после растопки, то это удобно делать вот как раз на горячую печку, быстренько их зачеканить. И все, и на том все заканчивается. На ближайшие 5-7 лет, я думаю, никаких проблем с трещиной образованием уже не будет. Потому что если она сырая, то есть массив есть целый. То есть можно посмотреть ударные стенки, боковые. Вот с этой стороны. Вот здесь она хорошо освещена. То есть освещение карнизное есть. Можно посмотреть каждый шовчик. Здесь ни одной трещинки вообще нет. То есть где нет железа вкладки, там везде все хорошо. Вот здесь вот дверки можно посмотреть. Максим Николаевич, посвети здесь. Даже посвети фонариком вот сюда. Вот возле дверки, да, смотрите, ни одной трещины нет. Это обозначает, что прикладки, термические зазоры были хорошо соблюдены в нормативах. То есть как бы и распора, распора от металла нет. Точно так же с другой стороны. И здесь вот возле этой большой дверки распора никакого теплового не обнаружено. Был только возле духовки. Но духовка чугунная. И она по размеру, по размеру трубцовское литье, оно очень-очень в наш тонкий шов, очень она плотно входит. То есть зазоры получаются маленькие. Поэтому случаются такие коллизии. Но это не критично абсолютно. То есть сейчас вы зачеканили, она встала на место. И дальше уже трещиноводознание происходить не будет. Вообще она вся ватая обложена в духовках. То есть амортизаторы там проложены. Но, видимо, они немножко не справились. Вот таким способом устраняются волосовидные трещины. То есть если даже что-то произойдет в следующий отопительный сезон, будет такого же. То есть вот есть такой простой дедовский способ. То есть когда печка сложена на глино-песчаную смесь, то есть легко решается с помощью брызгалки, тряпочки и гвоздика на 100 на 150. То есть вот эта вот отвертка тонковатая. Гвоздика на 150 он в 4 миллиметра потолще. И поэтому как раз ровно в шов входит и делает вогнутую красивую дорожку. То есть не портя никакого вида. То есть ну вот один из способов. То есть не надо вызывать печника, не надо там обращаться куда-то, плакать и переживать, что все сломалось, все плохо, все что жили, все зря. То есть на самом деле все решается в 3 минуты вот таким простым дедовским способом. Брызгалкой, гвоздик и тряпочкой. Спасибо за внимание. Радуемся, что вы с нами. И пытаемся вам рассказать что-то полезное. То есть научить, поделиться. Спасибо. До свидания. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо.